всем привет с вами диктофон и сегодня мы будем играть в игру под названием блонд ст д6 и в этом видео мы будем проходить нашего босса в вортекса поэтому будем сражаться будем смотреть будем побеждать и все у нас будет хорошо а перед тем как начнем его проходить я бы хотел вас попросить если вы еще не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь мы уже приближаемся к десяти тысячам подписчиков это просто невероятная цифра число это я в шоке я буду очень рад если вы присоединитесь нашей семье поэтому все не смею вас больше отвлекать давайте-ка приступать к игре у нас тут обычный вортекс на карте полифем блин теперь я понял про какой полифем постоянно писали опять мага нет ну вот опять нету мага это что такое хотя в этот раз найти они написали что нету мага вот что ты и бомба метателя скорость босса на 5 процентов замедлили в это невероятно здоровье босса на 10 процентов замедлили зато моба и шары ускорили интересно ага еще и понятно нам туда же не показать что мы только начнем проходить я уже злой берем сауду получается по крайней мере я хочу за суда поиграть случае чего конечно можно и других героев использовать но я бы вам все таки советовал взять одору сауду на крайнем случае гвендолин можете взять так давайте-ка смотреть блин полифем вот эта карта так называется оказывается и просто не запоминал их название а я-то в ней вообще не шарю она как вышло и так и все так не чуть-чуть поиграл их и хватит так ничего себе бассейн-то классные смотрите комфляж и все видно но факт том что на ведь закрывается он постоянно да насколько я понимаю так получать сауду сюда еще обязательно с дротиком сюда поставим все запускаем будем смотреть как у нас получится на самом деле как-то так это не по себе немного от этой карты потому что она простая максимально вортекс у нас пойдет с верхней линии насколько я понимаю на видимо там тут еще придется ставить флюбусеров неплохо тут эти ограничители убирать но это дорого чудо чудо блин очень странно кстати вчера выходило видео на официальном канале ниндзя киви это разработчики блонд ст д6 и они анонсировали новое обновление которое должно выйти в но в принципе уже скоро как я понимаю вот это вот фигня вот вообще вот не нравится мне вот этим вот эта карта этот бассейн который вечно закрывается так и как раз таки в новом обновлении добавят у нас новый облик для брикел по моему так называется но наш герой а новую карту аквапарк и нового босса который я еще не понял как он называется но механика интересно и не до конца я понял так что будем потом сами разбирать проверять и кстати если уже так посмотреть это уже какой босс подряд у нас без бенджамина почему что это не то есть вот говорят что какой-то баг вышел на обезьяна мага что не дают его парагона создавать а тут еще и бенджамина просто не дают использовать я уже не помню сколько недель назад последний раз мы его могли взять потому что но это правда это как-то очень странно очень обоснованно как будто я понимаю мага может быть баги да какие-то там но все-таки бенджамин то что вам такого сделал у нас есть сауда которая более менее сможет дефать но тут факт в том что карта сама по себе проблемная что даже сауде будет не так уж и легко все делать то есть шары немного пролетают на тринадцатом только раунде а у нас еще как бы жить дожить поэтому будем надеяться что сауда у нас ульта нет и кстати давайте-ка сейчас мы определимся как будем называть наши банановые фермы в этом видео в рандомайзере мне выпало число 11 а одиннадцатым комментарием у нас это была ферма снега да так что на карте полифем мы будем выращивать снег и мне кстати интересно почему она так называется полифем у меня он ассоции но вот это вот название почему-то ассоциировалась какой-то жижей с какой-то противной жижей а на деле то у нас что-то такое как будто греческая мифология может быть полифем это что к этому относится как будто можно сопоставить уж какие-то руины но что-то вот такое вот необычное так поэтому проходим дальше пока что вроде бы у нас все по плану все нормально потом вот будем смотреть так будем прокачиваться 19 раунд не хочу делать тактику с этим как он называется с абзианополисом как будто бы мозгов мне не хватит на эту тактику в этом видео вот прям за эти как-то силы покидает меня казалось бы выходной наконец-то а я какой-то убитый я чё-то ничего не понимаю в этой жизни так вот прокачали утром позалипал в тик-токе чё-то круто куча таких эдитов прикольных попалась мне прям нравится и музыка классная попалась и захотясь быть у попродуктивней поэтому если записываю видео и даже зубы не почистил и вот от этого меч так противно от сниму да пойду чистить извините ребят за подробность я просто я искренне я очень честен с вами типа для зубы чищу каждый день так все нормально это сегодня просто еще не успел и еще голову не помыл от этого мне еще хуже эти провод ненависть ко всему миру когда голова грязная так тут надо скилл сауда заюзать но я не вовремя завязал поэтому да один шарик пролетит то есть надо было наверное использовать когда они уже состыкуются между собой в одном месте так первый рынок снега сейчас 2 еще будет так смотрите так смотрите куда он завязал не туда понятно сколько мышц хп потеряем нормально да нормально вот этим вот минус этой вот карты что это было вообще почему помимо свинца еще обычные шары немного пошли это немного да ты много странно так начался уже 32 раунд пока мы живем вроде бы и мне кстати на прошлом видео еще сказали о том что мне лучше не использовать нашу защиту как называется ой не хочу тебе оставить нашего элитного защитника против лича маги лорода потому что когда лич тратит наше хп используется скилл у элитного защитника и как раз таки лич восстанавливает хп но на самом деле в прошлом видео то наш элитный защитник был против элитного босса и первый класс он размотал запросто так что если честно я даже не знаю как будто бы и можно использовать так что шары то засвоевольничали то мне не нравится какая-то проблема у нас начинается очень тяжело стало нам пробивать я бы еще хотел накопить хотя бы на один рынок хотя вот знаете с тем вот как у нас сейчас пхп дела обстоят нам бы уж лучше прокачаться на какая-то беда куда-то закрылась полторы тысячи у нас же было бесплатно я даже не использовал за что она подорожала и 5 мне вообще не нравится знаете пока что ничего из происходящего на этой карте так он тридцатый раунд поэтому будем наверное уже копить просто монеты все равно пролетают вот это вот фу я уже злюсь а вот здесь вот мы защитились 37 раунд нам для дефа значит надо еще что-то сопоставить опа уроды уроды так не не надо лучше перезайти лучше надо бы перезайти потому что ну реально опасно еще кстати купил вчера магазине свечку которая называется sandalwood наверно сандаловое дерево насколько я понимаю зажег и ну прикольная знаете но не сказать что она меня сейчас сильно успокаивает но жить можно жить реально можно так часто свинцом мы наверно лучше будем справляться потому что нас тут вот есть наша обезьяна ниндзя и вот еще вот так вот кандалы мы используем точно я вспомнил что это кандалы называется а снег тем временем нам стараться генерировать деньги спасибо ему за это на светит вортекс блин а я вообще правильно все делаю я как будто бы уже стал во всем сомневаться потому что все таки это вортекс немного с ним дела стоят другие как будто бы надо подальше ставить потому что сейчас нашу супер это обезьяну как застанет и мы офигеем они супер обезьян ниндзя потом я наверное сейчас буду вкладываться снайпера чтобы он также наносил урон он в принципе и дефом нам будет помогать так вот полуавтомат мы тут сейчас вот вкачаем так чтобы я бы еще бы сопоставил что нам тут еще надо сделать срочно срочно невероятно срочно мир надо поставить еще одного снайпера который будет помогать нам уже справляться с камуфляжем его даже цель на камуфляж поставлю рикошечащая пуля нам также пригодится для дефа а потом уже наверное будем прокачивать полностью автоматическую винтовку снайпером так вот то давайте уничтожайтесь опа половина хп снесли хотя бы так шары пока что проходят блин вот теперь получше наверно должно быть у сейчас наверное еще нельзя не застанется идеально так конечно не сказать что все хорошо потому что первого снега у нас не растут а должны потому что нам зарабатывать надо все больше и больше а тут у нас такие затраты идут дурацкие так первый класс пройден самом деле нормально прошли даже на удивление ты вообще штырит не по-детски так как будто бы я бы продал бы нельзя как будто бы да ну вот его я точно продам потому что лучше размещу несколько дополнительных рынков снега который у нас окупится просто единственное что меня смущает что на 50 раунде то нас пойдет опять он ну мол я про него имею ввиду а как нам там быть получше степени ну что он казалось бы хорош ну и он нужен для дефа то ладно давайте пока что их обоих оставим ой ускорение надо убрать что-то с деньги полетели вот этот снайпер нам точно нужен чтобы он нас с камуфляжем лучше справлялся и совсем вообще это чтоб проблем нам не видать так этом поставили проблем не видать ага не видать офигеть так я бы тогда вы знаете с этой стороны бы еще вот такого вот бы нашего друида поставил лианами я думаю он будет нам неплохо помогать надеюсь на это потому что ну 24 хп это уже мало тоже очень мало несмотря на то что он как бы если рынке он большое спасибо им что они у нас имеют потому что с помощью них мы хотя бы будем хп понемногу до восстанавливать бенджами даже у нас опять же таки нету так 48 раунд 49 как-то быстро раунд пролетел так сюда туда кандалы используем все одно ферму снега ставим пока что вроде бы дефаемся но на самом деле карта для босса нелегкая я бы сказал вообще нелегкая мне на не очень-то уж импонирует так но зато маба мы ушатали это самое главное так а еще один а ничего себе тут так поставил нормально ух выжили надо было использовать кандалы наверное всех случаев но счастью мы так справились так сюда еще тебя как-то дайте на удивление так что снайпера более-менее удачно поставил что мы тут можем разместить нормально рынке я не знаю если вот если я использую ночи прокачаем на следующем классе элитного защитника норм будет не знаю даже интересно было бы поглядеть на это потому что вот ну вот это я не хочу использовать но вот это вот фигня какая-то так произойдем потому что я кандалы не успел бы скачать нормально а блин тут прям заново выставляет наш рынок снега как так то так немного ускоряемся все рынок есть сейчас наверное уже полетят до первому а пошел на первом мы нормально уничтожим потому что тут у нас он с другой стороны со стороны нашего ниндзя поэтому нормально взорвется так тут еще так вот здесь вот смотрите оба хоба на и уничтожили все четвертый раунд время то еще есть на прокачку то у нас спокойно как бы может быть нам поставить либо серов или же прокачивать центральной рынке тут тут такая вот палка то двух концах что-то что-то сложно непонятно было так нужен 55 раунд уже немного как-то это такое себе все так вот я прокачал несколько флибу серов вот пять флибу серов ну кстати нормально лишь каждый по 200 данным принесут когда раунд и закончится хочу посмотреть мы заработаем раунд бесконечный по 220 нормально реально нормально можем еще для них тут дверцу открыть пуляйтесь по чуть-чуть части сауда у нас более-менее но нормально уничтожает камуфляж элитного защитника вот так вот мы немного забаваем и так думаю ну реально надо элитного защитника поставить почему-то как будто бы он тут хорошо себя покажет мне кажется если его еще знаете каким-нибудь алхимиком забавить как нибудь вот здесь вот можно еще деревне забавить чтобы еще и камуфляж кстати видел с конечно выходит это не так дешево но как бы да ну что не пойдешь ради победы куда нам ставить он давайте куда-нибудь сюда поставим так и при этом у нас остается еще немного денег так что давайте-ка все-таки немного вкачаем наших либо серов ткани нам помогают в развитии денежном то было у нас больше достатка прокачивать их посередине покажут как будто даже не вижу смысла немного может быть нам пригодится еще одна липкая бомба да наверное дабы сначала ее качать давайте пока начинать сражение и как раз таки поставим нашу липкую бомбу дополнительную так опасно самом деле очень страшно не знаю что у нас тут выйдет вся первый раунд 2 вроде неплохо так первым мы пробили 11000 есть офигеть так давайте-ка вот сюда чтобы нас еще здесь флибу стиры обитали главное что третий раунд быть к нему готовым поэтому давайте-ка я наверное размещу нас пару прямо глифов вот здесь то что у нас здесь баф имеется у нас здесь не застанется в ближайшее время ничего так половина хп моему токша смесли звучит как-то не сильно обнадеживающе ну нормально ладно жить можно ведь самое главное так ли пустеров то застанели то нам деньги то приносить будет все третий раунд справляемся пока что так тут мы еще пробили ой вот это у них ускорение справились все дальше и тут справились фух смотрите вообще нормально так автостарт отключаем опа нифига как нормально удачно так смотрите я бы тут одного бы наверное оставил прямо глиф вот этому все наверно продаем его тоже продаем так здесь рынок я бы восстановил и вот здесь мы еще наверно можем поставить поэтому ставим обязательно здесь я не могу я бы еще нам сразу же тогда торговую империю бы вкачал так сколько у нас торговый 13 давайте еще поставим чё нам ну что 20 было потом мы их уже будем дальше прокачивать еще будем прокачивать центральной рынке снега я уж забыл точно что у нас тут снег на карте полифен так все идем дальше по ее как-то тут много всего если честно проблема как будто бы есть проблема как будто бы есть проблема с этим как он называется с мобами это может быть нам тут поставить снайпером опять опять поставить снайпера но теперь уже вот как нибудь так что ли хотя бы теперь идем дальше мы еще не всех любу серов разместили вообще есть куда расти вся 5 раунд снег вырабатывается не на той карте но нормально нормально снег тоже нужен хотя как раз таки знаете на курортах ведь лёд вот это вот все продается хорошо так так что может быть мы и не может быть так наоборот и надо так не то конечно он станет а ну ладно нормально слушайте не зря в качали про он помогает то непонятно было только что так давайте автостарт я включу персонально добавку мы вкачиваем с вами так вот этому то тоже справляемся снайпера делают свое дело опасно опять же таки тут было как-то такая вот карта знаете которая не дает расслабиться абсолютно даже предыдущая карта вот коньки там было прям вот норм я себя там чувствовал поспокойнее если честно потому что он довольно таки длинная она довольно таки легкая а тут карта маленькая она не очень удобно и в плане выставления обезьян да еще получается в том что бассейн дурацкий реально если бы он тут нормальный был я бы сюда чё-то ставил он постоянно у нас закрыт так пробили у нас этим мы справимся запросто так 69 раунд уже я даже скажу что он не уже а пока всего так как мы вроде бы удачно справляемся нынешними трудностями а у нас тут влезет к н деревню вот даже деревня влезает я бы вот забавал нашего бумеранга бы нам тут хорошо помогал так любу стеров продолжаем качать остается всем их немного не вкачанных так что надо бы доделать дело до конца так тут мы тоже вроде справляемся да все вроде все флибустеры вкачаны сколько я вижу теперь давайте качать центральные рынки драли рынке я бы качал именно по низу потому что вортексу до них подольше лететь и тут мы как раз вот переделаем обычные которые не сильно правильно вкачаны но начать на начальном этапе все нормально было с их немного усовершенствуем так сюда 72 раунд можем пока что спокойно вообще качать вроде все нормально смотреть как бумеранг леденцами то стреляет надоет нашему снегу зарабатывать так сюда вот сюда идем немного осталось до центрального рынка снега качали ценные бананы тоже хочется так вот осталось одну лишь терму снега переделать вот получилось нормально теперь вот копим уже деньги на центральные рынки потому что пока что против босса нам еще нет смысла копить и оказалось бы уже ну более-менее приближается на самом деле вот сейчас еще один полтора раунда мы попрокачиваемся а потом уже будем как раз таки заниматься прокачкой на уничтожение босса а там нам что ну вот мы это было бы хорошо конечно и летающая крепость была бы неплохо или защитник был бы неплохо вот посмотрим как у тебя будет проявлять вот этот босс быстро ли он будет разлетаться или будет про у него проблемы жесткие у нас проблемы будут жесткие с ним нормально смотрите я бы вот еще один центральный рынок бы вкачал и на это наверно пока что хватит так тут прям немного бойзна но сауд это молодец о как это было страшно только что так нормально 7 седьмой раунд у нас 88 тысяч монет так что в этом плане то все хорошо после наверное следующего класса будем качать обезьянополис конечно эти рынки хороши для наших как они флибуссиров но пока что лучше уж нам докачать обезьянополис постараться его сделать так так не аж это не аж плохо стало потом надо сейчас будем скил и сауда использовать давайте давайте мы готовы мы готовы конечно мы типа хотя как быть вот так вот можем сразу сделать элитного защитника хотя как блин куда бы его поставить может куда-нибудь вот здесь все таки все теперь без проблем все будет хотя доверяй на проверяй то мало ли что тут выстрелит а тут час как будто и такого количества шаров не было который у нас уничтожила все в этот раз нормально за дефолем так мэда хочу тебя поставить все тоже куда-нибудь сюда что ли правда я боюсь что они будут под угрозой стана мне кажется так будет ну и на летающую крепость мы кстати вот накопили офигеть то что вообще без каких-либо проблем сейчас будем стартовать и мне кажется следующий класс но уничтожатся нормально так у нас тут довольно таки три сильных обезьяны которые мы еще сейчас алхимиком забафаем о нормально поперла еще как покажется еще нечего преться прется прокачиваться не прокачиваться есть чему ладно так все 264 тысяч хп идут на спад причем но на довольно таки активный уже 30 тысяч хп моему отняли а это у нас даже без ускорения идет так что ладно пока что все идет по плану правда мы с реальным так много денег накопим что как бы надо будет их потом поскорее потратить как я включу ускорение потому что у нас все под контролем идет половина хп снесли вот третий класс вообще хорошо идет мне прям нравится главное чтобы он резко так не всех как не ускорил чтобы не офигел от жизни сюда все нету смотрите очень быстро прошли третий класс автостарт и отключаю прям вообще без каких-либо проблем нормально будем все реконструировать все перемоделировать зато денег будем больше получать по ладно можем еще к сотому раунду наверное морской наварха ставить конечно посмотрим как карта ляжет он вот это я покажу сохраню постараемся моделировать просто посмотрим как тут у нас удобнее будет так вот 4 5 уже не проходит туда сюда так сюда куда отсюда теперь уже здесь вот мы прокачиваемся кстати вот на прошлой неделе я ведь выкладывал элитного босса через день и мне на самом деле понравилась тенденция несмотря на то что я их снимал как бы подряд просто выложил немного попозже и как будто бы это даже лучше на статистике отыграла и я тому прям безумно благодарен безумно рад и счастлив все вот так вот вышло так ребята надо бы думать так может быть вот так мы как-то сделаем по вот как-то так конечно будет прям такая вот проблема если мы еще с ускорителем точнее разгоном забафаем интересно будет будет посмотреть как тут все это выйдет в любом случае пока что мы так можем по прокачивать то что рядом то что стопроцентно будет в радиусе и денег у нас как бы хватает на более-менее хороший обзянополис и тут карта позволяет нам это сделать поэтому мы будем использовать этот шанс и прокачиваться нафигеть нормально так то есть у нас единственная проблема с этими двумя но сейчас когда мы завязаем разгон посмотрим как тут будут дела обстоять так как у нас тут с дефом еще будут дела обстоять не то же это интересно как будто бы знаете я бы снова у нас разместил летающую крепость чтобы она у нас просто хотя бы урон на сила ну и поможет потом будущему нашему парагонам сюда все это тоже в радиусе это тоже в радиусе за 70 тысяч крутой взянополис там где у нас 4 7 10 14 ферм снега сейчас мы один раунд подождем на следующем уже ну вот как разгон откатится блин она не успел тебя ладно все давайте качаем конечно все это восстановить будет не так быстро 4000 вылетает вот это я понимаю теперь это заработком у нас хоть нормально будет так вот сюда вот сюда ну вот так вот как-нибудь окружим типа по максимуму чтобы она была вот в радиусе и вот здесь вот две площадь мы их тоже в качаем точнее ну вот эти я тоже поставлю но они же не будут без разгона в радиусе так что их мы будем качать последнюю очередь как-то криво да я поставил ладно невелика потеря одной фермы больше одной фермы меньше так я так думаю что вы здесь мы поставим уолл-стрит тошну по радиусу вроде нормально так и начинаю уже исследовательские лаборатории снега качать все давайте стартовать смотреть что у нас тут будет сколько мы заработаем за раунд уже что-то видно что вроде нормально что-то вроде бы получается по деньгам у нас только начало нам же надо еще продолжать все наше развитие становление так а вот это же в радиусе макей за не зря даже поставил сейчас будем копить на снеговой централ снежный так сначала мы короче делаем снежный централ потом вы разгоняем и все и стартуем 90 раунд зарабатываем денег хорошо тут по урону у нас вроде тоже все нормально и я начинаю наверное оставить дополнительных флюбустеров чтобы они уже начали урон наносить все то что снесу мне что вот здесь вот типа вот бесполезно вот что а мы тут какую-то обезьяну можем снять а понял ладно все а и тут мы тоже можем ставить все понял дошло дошло помнел все вот так вот будем флюбустеров и ставить но это во первых и деньги дополнительные и помощь заработки потому что как мне вот короче рассказывали что деньги лучше как если уж нормально так входить в реальность вы же знаете чтобы у нас была хорошая степенью нашего парагона обезьяны флюбнув должны носить много урона и как раз таки вот флюбустер когда приносит деньги каждая монетка считается как 4 урона нанесенных то есть если вот он не наносит урону только приносит деньги это все равно идет нам на плюс так что в этом плане это круто крутая тема ну и тем более это на вот реально сейчас еще и денег так ну очень даже немало принесет потому что посмотрите сколько у нас их тут да и конечно их стараюсь не размещать ну очень так компактно так бы мы могли наверное еще добавить нескольких тут мы просто это делаем нам что помогает деньги у нас присутствует вот тут правда с размещением проблема так вот сюда правда вот я не знаю туда ли я вообще сейчас разместил у нас деньги заканчиваются ракей вот вот его может быть и так с курсор найти для начала может быть как-нибудь вот сюда его разместить или вообще его лучше сюда что у меня это 7 пятниц на неделю вот сюда вот все и нормально пускай он хотя бы помимо ракет еще дополнительный урон наносит и степень у него будет хорошая типа для вортекса нормально главное чтобы нас его не застанет потому что вот это вот будет вообще главная подстава хотя с учетом того как мы сейчас будем зарабатывать монеты думаю все нормально будет так летят так как не в себя я так думаю может быть мы сначала быстренько поставим кунь владыку плазма куда-нибудь вот сюда нет не сюда так блин я не хотят открывать хотя вы знаете у нас сейчас такой заработок что типа мы могли сюда писать морского наварха и потом постоянно открывать у нас же денег будет хватать на вот эти вот открытия точки может так и сделаем эти морского наварха перетащим что не впервые ему наверное а вот здесь он как раз будет знаете это жестким подсеком зарабатываем немало так что позволим себе все что надо степень хорошая будет у нас через целых пять раундов так что за это время вообще все спокойно заработаем по тыкву по флебустером чтобы прокачивать их для степени будущей так и тут он запускаем пока так что все как есть прокачали и теперь нормально а закрылся подождите это вот насколько вот это вот штука она открывается и закрывается из каждый раунд то мне это не нравится потому что это что-то вот совсем наглёж какой-то по ощущениям так все давайте открывать давайте тебя качать 44 степень это я понимаю еще так вот флебустеров по наставим и будет вообще заработок хороший стак в принципе он нормальный а тут же мы смотрите что еще можем сделать я вот так вот поставлю деревню и вот так мы вкачаем и типа все флебустеры в радиусе этой деревне будут нам приносить еще больше монет не круто ли это мечта это круто они у нас и так типа под двойным бафом нашей империи этой продажный торговая продажная империя так вот сюда сюда тут тоже в радиусе смотрите сейчас еще я тут поставлю деревню чего с этой вот стороны а деньги закончились офигеть я же испугался только чё такое так и продолжаем размещать наших флебустеров по нам не надо чтобы они нереально урон наносили нам просто надо чтобы они были рядом с нами наносили приносили деньги так все типа баф у нас уже можешь сказать максимальный снег сейчас пойдет как из ведра как прям дождь и как будто бы знаете такого нам уже будет хватать все сотая сотый раунд босс пошел сейчас он быстро у нас отлетит прям в смысле слова кстати отлетит так что тут чё у нас все нормально то есть самое сложное это были вот наши первые два класса как будто бы на обычном боссе на элитном боссе я даже не знаю время покажет так все четвертый класс у нас пройден поздравляю вас автостарт включить бы нам и все и спокойно мне кажется мы с пятым классом справимся с этим морским навархом просто добавим еще владыку плазмы не хочу тут заморачиваться по парагонам вот зачем нам все это если у нас так все сильно все хорошо а денег вот заработали сейчас реально здорово так 5000 в эти открою чтобы он нам помогал с дефом нужно 5000 сейчас это все-таки небольшие деньги мы себе можем позволить тратить так сюда 108 раунд как у нас суда поживает шестьдесят шесть тысяч урона практически нанесла молодец помогла в этом так по времени моб тоже вкачаем они у нас были еще послабее тут уже три миллиона урона всего сорок три тысячи но потому что до его радиуса почти ничего не доходит что поделать то будет на его улице тоже праздник так вот здесь летающая крепость я как бы не хочу прокачивать у нас самолет судного дня мне кажется и без него мы справимся вообще спокойно тут ну тут прикольно что типа у нас обезьянополис хороший имеется немало флибустеров имеется так что будем это реализовывать будем стараться это реализовывать на элитном боссе ой я патрон дотронулся короче поднял свечку да блин руку над свечкой поставил он такой горячий но огонь именно офигеть офигеть так остается всего пять раундов а нам как бы уже и делать ничего 4 вот тут немного было не а понял этого думал почему-то проблемно а почему же у нас ведь сражаться было некому то есть до владыки плазма еще не долетела а уже морской наварк был под станом как под станом под фигней какой-то опа все 2 миллиона хп уничтожайтесь так первое пробили сейчас владыка плазма будет немного в нокауте морской наварк давай не подавай виду главное чтобы его не заставило ух как будто его может застанет знаете у меня есть такое ощущение мне кажется вот сейчас вот его застанет я вообще кайфану от жизни не застанело офигеть ну это мы так мы играем на донышке вы бы могли еще поставить дополнительного парагона и вообще нормально бы все было все поздравляю мы прошли нашего вортекса это круто так башен размещено 168 шаров пробито 568 тысяч общий урон 13 миллионов 700 тысяч сгенерировано денег 5 миллионов 600 тысяч обязательно звезда наш морской наварк 8 с половиной миллионов урона заработали так то неплохо и прикольно что нам тут призывателя дали что у нас по элитному боссу так 700 100 все то же самое абсолютно поэтому ладно элитного босса тогда будем уже проходить в следующем видео а на этом я буду заканчивать это видео я надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока